Добрый день, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на моем канале, на канале Алики Мирной. Итак, у нас с вами второй прогноз, карта дня на 25 февраля 2023 года. Давайте с вами посмотрим, какой это будет для нас день, что он нам принесет. У нас будет с вами сначала общая часть, ну а дальше посмотрим карту дня для каждого знака зодиака в отдельности. Итак, 25 февраля 2023 года. Общая карта дня. Хороший день. Исполнение какого-то желания, возможно, в этот день. Общение с людьми, новые какие-то знакомства, приятные события, застолье может быть, приятное времяпрепровождение. В кругу семьи, в кругу родных. Что-то вас может порадовать, связанное с вашими близкими людьми. Что в позитиве в этот день? Работа. Работа, продвижение, скажем так, улучшение своего мастерства. Можете трудиться над чем-то, по дому можете что-то делать, ремонтировать, улучшать, скажем так. Делать какую-то перестановку. Ну или вообще работать над чем-то. Может быть, у вас рабочий день, суббота, к примеру. Все будет получаться. Может быть, будет даваться нелегко, но тем не менее, вы поймете в итоге, что сделали все правильно, вы будете довольны собой. Что в негативе? А в негативе может быть то, что человек... Знаете, как бы здесь вот эта карта, тройка пентаклей, это как карта, скажем так, начинающего какого-то специалиста в какой-то области. А вот колесница нам указывает на то, что человек может иметь еще небольшие знания, небольшой опыт какой-то, но претендовать уже на какой-то высокий статус. Допустим, человек может замахнуться на что-то такое, что ему не должно еще пока принадлежать по праву, допустим. Не заслуживает он еще пока чего-то. То есть здесь нужно давать четкую, конкретную оценку своим знаниям, своим умениям и не пытаться что-то ускорить. То есть шаг за шагом действуйте, тогда все будет получаться. Также в негативе может быть какая-то дорога, допустим. То есть старайтесь меньше передвигаться вот общественным транспортом или своим транспортом. То есть вот как-то так. На что следует обратить внимание? На исполнение желаний, на удовольствие. Этот день необходимо провести, вот мне все-таки кажется, больше в кругу семьи. Уделить время вашим близким, родным людям. Также обратите внимание на ваши сны, допустим, интуицию. Не игнорируйте какие-то сигналы. Что в личных взаимоотношениях? В личных взаимоотношениях, знаете, здесь будет какой-то откровенный разговор. То есть тут человек уже избавляется от каких-то иллюзий. Он смотрит, скажем так, на определенные события трезво. Трезво ко всему подходит. Не преувеличивает что-то. И по этой карте я бы так сказала, что человек делает для себя уже какой-то конкретный выбор. Да, то есть и отправляется как в путь, но в путь в переносном смысле. То есть вы понимаете, как вам дальше необходимо действовать. И ваш путь вот этот будет вести к исполнению какого-то желания. Что в рабочей сфере? Выгодное предложение. Выгодное предложение какое-то. Какое-то начало. То есть вы можете что-то начать, чему-то обучаться. Что-то пробовать будете. Если у вас на 25 февраля запланирована встреча, давайте посмотрим, как она пройдет. Встреча пройдет, в принципе, неплохо. Но если вам необходимо будет провести какие-то переговоры, я не могу сказать, что они пройдут легко. То есть для того, чтобы получить желаемый результат, вам нужно будет приложить определенные усилия. Что-то аргументировать, доказывать, допустим. И только тогда вы сможете договориться. Легкого какого-то здесь договора я не вижу. Можно ли давать деньги в долг? Можно. Можно ли брать деньги в долг? Нет. И можно ли брать деньги в кредит? Да. Общий совет карт. Знаете, начинайте с малого. Совет вот такой. Начинайте с малого. Не хватайтесь за какие-то крупные, масштабные идеи, планы. Тише едешь, дальше будешь. Все получится. Но нужно, знаете, как бы продвигаться шаг за шагом. Не перескакивать, не перепрыгивать, не идти по головам. Нет. Вот этого делать не следует. Для того, чтобы избежать определенных проблем, вам нужно быть скромными, тихими, покладистыми и делать свое дело. Сейчас посмотрим послание феи еще. Что нам феи посылают. Путешествие. Предстоящая поездка изменит жизнь в лучшую сторону. Но вот здесь получается, что немножко у нас расходится с вами информация, потому что в негативе как раз тоже вот может выпадать вот это перемещение и поездка. Давайте я все-таки посмотрю еще. Если у вас вообще запланирована дорога в этот день, скорее всего, что лучше все-таки по возможности не одному отправляться вот в какой-то путь. А вот с кем-то. И в этот день благоприятно провести вообще, может быть, техосмотр вашего транспорта, допустим. Может быть, необходим какой-то ремонт. То есть вот нужно вложить деньги в транспорт, что-то починить, улучшить там. И тогда, в принципе, все будет нормально. Так, смотрим дальше. Итак, карта дня для овнов. Овны. Карта дня для вас. Семерка кубков. Хороший день, хорошее настроение. Вы будете, знаете, вот эмоционально как-то довольны. То есть все будет у вас получаться. Хорошая компания будет. Будете обдумывать какие-то известия. То есть вам, с вами могут поделиться какой-то информацией. Кто-то про кого-то что-то вам расскажет. Допустим, и вы будете думать, анализировать, фантазировать. То есть, может быть, не вся информация вам будет открыта. Да, не все известно. И что-то вы додумаете как будто. Да, вот здесь будет у вас полет фантазии. Но при этом вы будете себя чувствовать вот как-то на высоте. Вам будет хорошо. Тельцы, карта дня для вас. Тельцы. Для тельцов хороший день. Королева кубков. Любовь. Счастье. В вашей жизни есть человек, да. Возможно, это женщина, которая вдохновляет вас. Которая покровительствует вам. Что-то приятное может быть связано с ней. Но здесь любовь. Мы видим пару. Любовь, развитие взаимоотношений, доверительные такие отношения в целом. То есть, это может быть не касается именно личной вашей жизни. Это может быть и партнерство деловое, к примеру. Но ваш деловой партнер будет вам вот как-то эмоционально близок. Он будет вот как вашим человеком. То есть, вы будете его чувствовать. Настроение, да. Вот все эти перепады, к примеру. Вот желание. Вы как будто бы человека как сканируете. Вы понимаете, что у него на уме. Что он хочет, допустим. То есть, это ваш человек. Он вам близок. Близнецы. Карта дня для вас. Близнецы. Для близнецов отличный день. Туз Пентакли. Поступление денег каких-то. Выгодное предложение. Притом предложение может касаться каких-то дел, работы. Что-то будет связано с этим. Новое начало. Здесь у вас может быть какое-то предложение, связанное также еще и с недвижимостью или каким-то казенным домом. Будете решать вот эти вопросы. Также можете оговаривать возможность дальней дороги. Близнецы и так далее. У нас раки. Раки. Карта дня для вас. Для раков отличный день. Императрица. Любовь. Достаток. Счастье. Хорошее самочувствие. Процветание. Успех в этот день вас ожидает. Важную роль будет играть для вас близкая женщина. Вы можете получить какое-то хорошее известие от нее. Или вообще хорошо провести время, допустим. Вы будете довольны собой, довольны также вот этим человеком. Львы. Карта дня для вас. Для львов день будет тяжелый. Вы не знаете, как решить какой-то вопрос. Притом вы этот вопрос стараетесь игнорировать. Вы что-то не решаете. То есть за счет того, что у вас нет понимания, как вам быть, как поступить, вы стараетесь какую-то ситуацию игнорировать. Знаете, как бы может само рассосется. То есть вот как-то что-то само решится. Но так или иначе вам необходимо будет вмешаться и предпринимать какие-то шаги, да. То есть вот что-то решать вообще. Потому что иначе положиться на кого-то вы не можете. Вам необходимо будет самим разобраться с чем-то. Девы. Девы. Карта дня для вас. Девы. Для дев хороший день. Поступление финансов. Допустим, вообще предложение какое-то связанное с работой, с делами. Вы будете думать по поводу того, как больше заработать. Или же как воспользоваться вот какими-то ресурсами. То есть что-то будет вам дано. Ну, допустим, и вот вы будете думать, как же этим воспользоваться. Во что вложиться, допустим. Как правильнее поступить так, чтобы получить выгоду еще большую, допустим. Ну, я думаю, что вы со всем сможете определиться. И желаемый результат вы в итоге получите. Весы. Карта дня для вас. Тройка пентаклей. Для весов хороший день. Вы работаете, трудитесь, мастерите что-то, изобретаете, улучшаете условия вашего жилья. Обучаетесь чему-то. Но здесь вы будете работать вот как над домом своим. Что-то будете делать вот в квартире, в доме, допустим. Чинить, ремонтировать, мыть, допустим. Какая-то у вас будет. Либо это будет работа на дому вообще в целом. То есть вот вы проведете день вот в определенных таких хлопотах. Скорпионы. Для скорпионов хороший день. Исполнение какого-то желания. Любовь. Хорошие такие положительные эмоции. Легкость. Вас переполняет. Позитив переполняет. Хочется делиться чем-то с окружающими. Вас вдохновляет на какие-то великие поступки. Некая женщина. Стрельцы. Карта дня для вас. Для стрельцов день достаточно активный. Вы будете в этот день амбициозны. Целеустремленные такие. Будете желать достичь большего. Интерес вы можете получить через некого мужчину. И я вам скажу так. Такое впечатление, что вы этого человека знаете. Это как человек из вашего прошлого. И вот он может в вашей жизни как-то неожиданно появиться. Но воспользуйтесь этим на самом деле. То есть эта встреча может быть не случайной. Козерожки дорогие. Карта дня для нас. Для козерогов день будет такой активный. Захотите покорить какую-то вершину, чего-то добиться. Будете в чем-то разбираться, анализировать, изучать будете. Но я так думаю, что ту цель, которую вы перед собой поставите в этот день, вы ее в итоге добьетесь. У вас все получится. Водолеи. Карта дня для вас. Для водолеев хороший день. Любовь. Любовь, взаимопонимание, гармония. Вступление в брак, допустим. Или вы можете познакомиться с человеком, с которым свяжете свою жизнь. Притом встреча может быть какой-то внезапной, случайной. Или вы получите какое-то очень хорошее предложение от близкого человека. Но вы чего-то не ожидаете. То есть вот так судьба, так судьба вам будет благоволить. Рыбки. Карта дня для вас. Для рыбок прекрасный день. Десятка пентаплей. День семейный, такой спокойный. Можете получить какую-то сумму денег. Да, может быть у вас будет какой-то заказ. Либо вы будете делать покупки для вашего дома. Будете делать подарки. Что-то будете инвестировать. Но вот эта инвестиция будет во благо на самом деле. Да, вообще вас ожидает благополучие. Если вы переживаете за какие-то финансовые вопросы, не переживайте. Вы все сможете решить. Вот так вот. Я благодарю вас за внимание. Кому понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Мне всегда приятно. Всего доброго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!